Качественное питание, чистота, квалифицированный и доброжелательный обслуживающий персонал. Когда попадаешь в Одинцовский дом-интернат в селе Ромашково, понимаешь, каким должно быть такое учреждение. Его проверку представители администрации округа проводили совместно с Одинцовским управлением социальной защиты Министерства социального развития области, депутатским корпусом и активистами из партии «Единая Россия». Мы действительно с таким интересом познакомились с бытом и жизнью тех, кто непосредственно живет в Одинцовском доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов. И, конечно, для всех нас было очень приятно увидеть, что наши бабушки и девушки, которые в возрасте от 56 до 100 лет здесь находятся, они действительно ухожены. Сегодня здесь проживает 32 человека. Живут дружно. Свободное время, которого немало, вместе с психологами посвящают интересному досугу. Несмотря на то, что дом-интернат имеет областное подчинение, большая часть пожилых людей и инвалидов, которые получают здесь помощь, – жители именно нашего городского округа. Подлежат возмещению в дом-интернат инвалиды от 18 лет и пенсионеры. Женщины от 55 было раньше, сейчас увеличится срок, и мужчины от 60. Сейчас, на настоящий момент, полностью все места занято. Три человека стоят на очередь помещения для размещения. Во многом удобство пребывания людей в доме-интернате зависит от персонала. Причем не только от уровня его подготовки, но и от человеческих качеств каждого сотрудника. Очень важно, что все люди, которые работают в этом доме-интернате, они не просто выполняют свои какие-то функциональные обязанности. Они относятся с душой и понимают, насколько важно душевное тепло тем, кто пребывает здесь. А пребывают они здесь по разным случаям, по разным своим жизненным историям. В планах кураторов – разнообразить досуг проживающих, организовав посещение интерната творческими коллективами городского округа. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».